Время суток с вами Сергей и у нас сегодня на обзоре стенка гостиная Альберт называется цвет ольха производитель миф город пенза как расшифроваться миф я не знаю я сейчас расскажу и опишу подробно мои впечатления ну что начинаем с этой стороны в принципе довольно товарно она выглядит неплохо мне нравится цвет цвет мы хотели конечно цвет другой но в нашем городе увы другой цвет стоит 2 27000 эта стенка нам обошлась в 20000 по цене декабря 2018 года мы ее заказывали начнем с внешнего панели довольно неплохо смотрятся ручки хоть на вид они хлипенькие но довольно таки крепкие пришла она нам в трех упаковках в трех упаковках я в это время дома отсутствовал я проходил обследование в онкоцентре и начинаем сразу начинается эта стенка с косяков отсутствует вот здесь вот такие вот специальные карнизы сверху сверху отсутствуют карнизы по сборке по сборке вот так вот он выглядит внутри одна полочка дальше смотрим идет у производителя второй сразу же косяк не дали крепление под вот эту штангу его в комплекте нету по самому шкафу шкаф хиленький шкаф очень шаткий очень шаткий по отверстиям вот здесь вот сделано отверстие вот полки крепятся отверстие и сейчас я сразу покажу вот такой вот саморез евро винт евро винт и шляпка вот этого евро винта цепляет только не более 1 миллиметра отверстие на миллиметра полтора а то едва больше чем посадочное место это шляпкой получается вы можете затянуть болтом хоть через всю вот эту панель это у нас панель лдсп ламинат древесно-стружечная плита это мфд вроде расшифроваться по-английски не знаю по нашему это dvp древесно-волокнистая плита производства их я не знаю как они производятся либо они штампуются сразу по форме либо скорее всего они прокатываются а вот это на все фрезером выбирается и потом на горячую ламинат накладываться да вот эта технология чуть-чуть получше чем торцы будут она как-то понадежней внушает по шкафу я его потом буду усиливать самодеятельно покупными уголками уголками сразу пройдем большой косяк у производителя по низу я приложу фотографию низ ничем не обработан что будет мебелью когда они с не обработан при влажной уборке при влажной уборке низ будет всегда набухать вот сейчас мы покажем вам что происходит со столом которому уже на на лет восемь пойдем ли науки сфокусируем вот на столе вот на ножке посмотрите вот с той стороны и на ножку как все это выглядит когда низ ничем не обработан да все это когда моем пол все это влага впитываться набухает и внешний вид мебели теряется что я сделал я в один слой в один слой прошел лаком не знаю поможет не поможет но как бы я считаю такую такую проблему должен решать производитель не должен покупатель сам что-то изобретать двигаемся дальше вот эта часть состоит из трех секций центральная большая две боковые две боковые стекла дается вот такой крепеж такой крепеж а что касается по саморезом которые были даны в комплекте в комплекте я ими поработал все шапки шляпки срываются все грани срываются я отказался и купил так называемая клопы ушло у меня где-то примерно около 150 штук крепеж на стекле я для дополнения еще поставил на герметик на герметик регулировка нормальная тут вставляется одна полочка вот на такие вот крепежи на такие крепежи дальше вот эти две секции между собой стягиваются специальными болтами и вот здесь я это называю я это называю бракованная продукция когда мы стянули вот это часть секции сними вот этот зазор с этой стороны она короче миллиметра на 3 и получается вот такой зазор дальше переходим к вот этим вот этим вот это секция средний средняя секция здесь тоже самое я не знаю для чего он так вот делать было можно было просто и крепче было сама бы мебель на устойчивость соединить также евро саморезами тут крепеж по крепежу сейчас я пройдусь по крепежу вот так вот две дверьки открою если допустим я вот эту дверь уставил вот в этом месте крепежи на самостоятельность иness уже если вот в этом месте поставишь то в сверло выйдет вот здесь вот здесь это очень плохой недочет в инструкции нету и нет использу Conservable смотрите вот у них я не знаю как они по кондукторам вот эта сфера или у них какая числовая программная машина это дело вот здесь от отверстие даны здесь просверлена отверстие даны на стенке отверстия даны но никаких отверстий под стекла нету. Это большой косяк, потому что я в одной стенке, я в одной стенке вот на той дверьке, в этой стенке, прошу прощения, на той дверьке я поставил вот сюда крепеж и попал саморезами вот сюда наружу. Вот в это место. Никакого я сначала не померял, надо было их померять снутра, снаружи стекла приложить, потом уже поставить внутрь и размечать. Вот это очень довольно плохо, потому что вот одну стенку одну стекло ставите вот в этом месте, и вам тут же рефлексом охота здесь поставить. Но уже как бы я снаружи приложил, я смотрю, что попадает вот на это место. Я считаю, что производитель должен эти отверстия сам уже предварительно сделать под стекла. Эта часть у нас крепится на уголки, на 4 уголка, это не открывается. Дальше производитель, я сейчас сунул по старинке на фанеру гвозди. Фанера в очень плохом состоянии пришла, фанера прошла в очень плохом состоянии. Вот везде царапины, везде царапины. Здесь вообще скол большой, очень большой скол, это не обращайте внимания. Это я вырезал сам под розетку. Слишком много не ругайте, здесь потом закроют телевизор. Вот этот скол пришел уже от производителя. Идем сюда дальше. Ящички, ящички. Соответственно, ящички так в принципе, ну ничего смотрятся. А фурнитура вся самая, ну сама-самая душманская. Ну, оп, не попал. Попал. Вот так вот выглядят ящички, упорчик такой. Все, конечно, виденько. Все, конечно, виденько. Дальше идем сюда. Здесь вот стоят такие вставочки. Сейчас я вам не покажу, у меня уголков нету, я их не сфотографировал. И на маленьких-маленьких уголках с жестью проштамповка, наверное, жесть, ну где-то 0,8. Вот так вот. У меня нету штамгеля, здесь чтобы замерить. И расчет какой у производителя. Вот к этой доске, вот к этой доске крепится вот изнутра пятник вот сюда. Пятник. То же самое. Вот здесь нигде под уголки отверстий нету. Отверстий нету. На чертеже видно, что уголки стоят вот так. Раз, два, три, четыре. Я поставил раз, два, три. И с той стороны так же. Я думал, у меня два уголка останутся. Двух уголков нету. Хотя на чертеже видно, что четыре. Мне вот эта конструкция не понравилась. На таких жиденьких, на таких жиденьких уголках будут висеть такие вот дверьки. Я это делал, переделал сам. Я купил брусок. Купил брусок. Купил самые дешевые вот такие же петли. Петли. Стоимость 1,38 рублей. И я вот поставил вот таким образом. То есть, вот эта часть у меня остается на уголках, на маленьких уголочках. А сама петля уже прикручена к бруску 30 на 50. На мой взгляд, это надежнее. Я не знаю, если у вас у кого-нибудь есть такая мебель в эксплуатации и поставлена на петли, как у производителя, напишите мне, пожалуйста, провисает, не провисает. Но мне показалось, что на таких жиденьких петлях такие тяжелые дверьки, они просто провиснут. Я вот это дело сделал, переделал, переделал, хотя производителю ну, хотя бы уголки покрепче. Дайте, дайте уголки покрепче, чтобы это самое висело. Здесь просто створки, ящик вот так. Место под телевизор, места под телевизор хватает, по диагонали, не помнишь сколько? Сейчас померяем. Давайте мне диагональ не померять, мы померяем вот так. 110 миллиметров длина и высота 70. Хорошая такая ниша, войдет хороший, в хороший можно будет поставить телевизор, у меня уже сюда провод антенны высунут. Идем дальше. Здесь стекла то же самое, я прикрепил на герметик. Конечно, да, вот эти вот полочки, я еще раз предлагаю все-таки производителям их сразу евровинтами скреплять. Что касается евровинтов, на 3 евровинта положили больше, но на всех 3 евровинтах сорваны грани. и в двух местах я прокрутил, прокрутил, прокрутился винт в основании ЛДСП. Он там просто внутри прокрутился, не зацепился. Первый раз вот эту панель я откручивал, чтобы выставлять, размечаться. Я ее сначала прикрутил, потом открутил, поставил туда, обвел карандашом, чтобы удобно выставлять по обведенной черте. А когда стал уже закручивать повторно, винт провернулся. А на вот этой стенке с первого же раза винт провернулся. То есть, ЛДСП такого качества, не очень плотного. Тут тоже самое. Идем у нас в ящике. И вот про что я говорил. Вот про что я говорил. Я сначала выставился вот в этом месте и я просверлил. Вот здесь вот получается саморезами наружу. Но это лечится просто. Это просто лечится. Потом зубочистку на клей вставляете, слегка затираете, аккуратненько, и получается визуально как сучок. Но, еще раз говорю, очень так неприятно получилось, потому что я сначала не прикинул с этой стороны. Я считаю, что производитель должен эти отверстия уже заранее. Вот эти же все сделал отверстия. Сделайте тогда и эти отверстия заранее. Здесь тоже самое. Одна полка не прикручивается, это все прикручивается. Вот эти части поставлены также на уголки. Переходим вот к этому шифонеру. В каждом шифонере в каждом шифонере дается вот такие два маленьких кусочка вот этой фанеры. То есть это все вот это вот так вот шатается и, соответственно, вот нету вот этой жесткости. Он ходит весь шкаф ходуном. Я потом буду усиливать это дело уголками. Вроде кажется, для чего бы эта жесткость. А жесткость это для следующего. Поклеить стену. Надо отодвинуть. Раза три-четыре отодвинул, этот шкаф будет настолько, так скажем, слабенький и хиленький, он уже будет весь шататься. И вот второе тоже, что не протянуть сильно, потому что очень большие отверстия и евро этот винт, он просто врезается вот в эту ЛДСП наружную. Здесь мы, как видим, уже нам оставили крепеж. Один только пришел. На тот шкафчик нету. Вот примерно посмотрите, как будет висеть. Никакой речи о куртках здесь и быть не может, потому что куртка сюда не влезет. Если бы сделали вешалку вот таким образом, то, возможно, какая-нибудь еще сюда зимняя куртка поместилась. Тут только можно вешать рубашки, платья и того подобного. Петнички тоже. Ну, так. Ну, в принципе, они в продаже есть. Петли. Что про нее еще добавить? В целом, стенка мне нравится. Неплохая стенка. Единственный, конечно, минус, да, это то, что снизу ничего не обработано. Ну, и, конечно, отношение производителя. Панели пришли, панели пришли в картонных коробках. Ничего между панелями не переложено. Только вот эти наружные облицовки переложены, проложены. Знаете, чем они проложены? Стретчем. Как много и вот так. И одна все-таки же панель пришла. Не, она, наверное, не видно. С какой стороны. Где-то тут скол. Я ее вниз спас. Вот, вот скол. Одна панелька тоже со сколом пришла. Не очень, конечно, приятно. Ну, что делать? Ну, что ж, давайте подведем итоги. Мебель, хоть с небольшими недочетами, но она мне нравится. В принципе, неплохо так смотрится. По поводу недочетов я свяжусь с производителем. Доведу до них эту информацию. Теперь, у кого есть такая мебель в наличии, пишите комментарии. Пишите просто, что вы думаете по этому тему на эту мебель. И не забываем подписываться на канал, ставить лайки. До свидания. С вами был Сергей.